Добрый вечер, дорогие друзья! Этой лекцией, посвященной шедевру Брейгеля «Триумфу смерти», мы не только продолжаем наш курс, который был начат к 200-летию Музея Прада в Мадриде, но и начинаем наш сезон культурных мероприятий Института Сервантеса 2022 года, года юбилейного. Два дня тому назад, 6 февраля, Институту Сервантеса в Москве исполнилось 20 лет. Последние полтора года мы существуем, как и весь мир, в онлайн-формате и в формате живых мероприятий, которые мы делаем на других площадках. И надеемся, что в марте мы уже откроемся для обычной нашей работы. И, быть может, это в чем-то совпадение. Тот факт, что мы начинаем именно лекции, посвященные «Триумфу смерти», будет знаком того, что грядет финал эпохи ковида, финал эпохи такого «Триумфа смерти», который в какой-то мере выпал нам всем. И я счастлива вместе со всем Институтом Сервантеса и с директором Института Сервантеса Хуаном Карлосом Видалем, который сегодня тоже вместе с нами будет участвовать в обсуждении в финале лекции, что для вот этой вступительной лекции мы смогли пригласить одного из лучших реставраторов музея Прада, человека, который работал с шедеврами Ван Эйка, Рубенса, Тинторетта, Тьеппола, Веласкеса, и в том числе почти что год своей жизни провел вместе с «Триумфом смерти» Брэгги. И Мария Антония – человек, с одной стороны, удивительного профессионализма как мастер реставрации, с другой стороны, настоящий ценитель, знаток и человек, чувствующий искусство, сегодня не только погрузит нас в детали профессионального мира, но еще и откроет нам загадки этой замечательной работы. Вопросы можно будет писать в чат, после лекции у нас будут обсуждения, вы сможете спросить Марию Антонию обо всем, и слово предоставляется ей. «Entonces, el triunfo de la muerte» Брэгги. Спасибо, Мария Антония. Большое спасибо за такое любезное введение и презентацию. Всем добрый вечер. Для меня огромное удовольствие, даже почти на грани с магией, быть с вами здесь сегодня вечером. Я вам очень благодарна за ваше приглашение, и я благодарна директору Института Сервантеса, Хуану Карлсу Видалю, и большой моей подруге Татьяне Пигарёве, и Ане, и всем другим людям, которые делают возможным это мероприятие, эту презентацию. В своей лекции я расскажу вам, как проходил процесс реставрации этого произведения «Триумсмерти», которая была закончена в мае 2018 года. Эта реставрация позволила заново открыть это произведение. Все очень хорошо знают, откуда появилась эта картина и каковы были обстоятельства. Она была в нескольких коллекциях. Она была у Виспесиана Гонзаги в 1591 году. Потом, до 1637 года, она была в коллекции его дочери, Изабеллы Гонзаги. И до 1644 года мы можем ее видеть в коллекции Анны Караллы, принцессы Сиди Стильяну в Неаполе. И с 1644 по 1655 она находилась в коллекции герцога Медина де ла Сторрес тоже в Неаполе. Она была приобретена между 1746 и 1759 годами королевой Элизабетой Форнези, которая выставила ее во дворце Паласио де ла Кранхо в Сеговии, в Испании. И оттуда, в 1827 году, этот шедевр обогатил коллекцию музея Прадо. Каковы были причины восстановления этой картины? Посмотрите, сверху вы увидите картину до реставрации, а потом вы видите рядом ее после реставрации. Какова была причина? Вы видите сами, что картина висела в зале, она была тусклая и загрязненная. И тут наступило 500-летие Брегеля, и мы должны были ее показать в Вене на большой ретроспективе. И мы понимали, что реставрация будет длиться очень долго, с января 2017 года по мая 2018 года. Картина выполнена на деревянной доске, которая составлена, в свою очередь, из четырех элементов. Мы на ней увидели следы неадекватной, неправильной старой реставрации. Там было крепление с скобами, из-за которого, вы видите, образовались внутренние напряжения и трещины на краске. Она также получила сильный удар в верхней части доски. И работа также потребовала восстановления своей живописной основы. Эту работу провел Хосе де ла Фуэнте. Я не буду сегодня подробно останавливаться на его работе, чтобы сразиться только на красочном слое. Это был балтийский дуб, из которого сделаны эти доски. И вы видите, вот здесь эти соединения в горизонтальной проекции. И вы видите, что металлическими скобами их усилили. И все это было произведено во время реставрации. Речь идет о живописи, которая очень сознательно производилась для того, чтобы воплотить очень определенную концепцию автора, которую изначально он изобразил карандашом на сухой поверхности. Вы видите, что рисунок был осуществлен очень точно. И когда картина была выполнена маслом, рисунок практически не был изменен. Обратите на ногу скелета. Посмотрите, несколько кирпичей, которые мы видим в подпорной стенке, они практически не изменены на рисунке, и на уже живописной основе они одинаковы. Посмотрите, мы видим, что на рисунке есть элементы и краски. Мы видим, что здесь вот эта линия показывает, что он также не только карандашом, но и кистью наносил рисунок, что очень свойственно его манере. Здесь вы видите, этот рисунок стал более прозрачным благодаря его тончайшей живописной манере. Посмотрите, вот ребенка рвет, потому что он увидел свою маму мертвой в гробу, и мы видим вот эти линии, он нарисовал, но он их не стал прорисовывать, и в конечную композицию это не вошло. Или посмотрите, вот у этого скелета есть нога, которая тоже карандашом была прорисована, но впоследствии художник спрятал ее за тканью, за белым саваном. Вы видите на этом изображении, как его сыновья использовали, когда делали копию, использовали его первоначальный рисунок. Ян Брегель сделал копию, которая находится в Австрии, в музее Граца, и это Питер Брегель-младший, и эта работа содержится в художественном музее Базеля в Швейцарии. Оба используют один и тот же эскиз, один и тот же картон, который называется «Трем смерти». И действительно, в начале реставрации вид картины был очень темным и непрозрачным, тусклым. Непонятно, что это за мешанина из тел. И поэтому потрезалась полная очистка для того, чтобы понять идею автора. Нам нужно было сделать его прозрачным и посмотреть, каковы были первоначальные цвета. Посмотрите на эту фотографию. После очистки начинают проявляться те моменты, которые были разрушены и потеряны при предыдущей реставрации. Посмотрите, это химические ожоги, какие-то следы химического разъедания. И, к сожалению, они бы появились в результате неправильной реставрации. Это может быть что-то горячее, что капнуло на оригинальную картину. Также мы видим здесь тоже ожоги на живописной основе. Или мы видим здесь маленькие точечки, которые похожи на то, что преступник держит в руках четкие, но это не совсем так. Его вот-вот казнят. Основной причиной износа и повреждений была некачественная старая реставрация основы. Посмотрите на эту фотографию. Они не смогли выровнять доски, и они попытались ножом соскрести краску, и для того, чтобы добиться более ровной поверхности. Посмотрите, вот это следы предыдущей реставрации. И они полностью закрыли оригинальную живопись. Они меняли образ и замысел художника, общий колорит. И они также повлияли на целые элементы. Очистка удаляет всю краску, нанесенную предыдущими реставрациями. Чтобы восстановить цвет, колорит и резкость, и вообще первоначальный замысел художника. И на самом деле необратимые повреждения, которые оказались на работе, были минимальными. Посмотрите, некоторые элементы смещены. Видите, вот здесь горизонтальная линия, которая показывает стык между досками. И мы видим, что в предыдущей реставрации прямые линии, они как будто немножко смещены, искривлены. Это потому, что были произведены изменения в живописной основе. Какой еще один необратимый вред был нанесен? Обратите, вот в некоторых фрагментах это видно очень хорошо. Обратите внимание. И сейчас я покажу вам, как мы очищали картину. Первая очистка проводится вайтоспиритом и этанолом. Эта первая очистка уже показывает предыдущую позднюю запись, которую необходимо, невозможно растворить, но можно удалить скальпелем. Особая трудность этой очистки связана с тем, что тончайший слой покрывает эту картину, тончайший слой оригинальной краски. И толщина и твердость поздней записи очень сильно затруднила очистку. С первыми же очистками мы начинаем обнаруживать тысячи поздних записей предыдущих реставраций. Они покрывают всю поверхность. И они были произведены в попытке скрыть первоначальные неровности. Неровности, которые делают его собственно оригинальным живописцем. Неровности его кисти. И они были сглажены поздней записью. После завершения очистки картина обрела свою первоначальную прозрачность и чистоту. Мы увидели восстановленную дорогу к гробу. Очень заметное, вы видите, в более розоватом тоне восстановленный фрагмент. Очистка была постепенной и глобальной. Вот почему я могу вам показать это изображение. Посмотрите, вот вы видите, между чистым и очищенным фрагментом разница очевидна. Это мы видим, что поздняя запись была очень грубой. Наша очистка показывает небо. И мы видим, насколько оно было прозрачно, насколько тонким был слой. Небо было особенно сильно записано поздней реставрации. И вы видите, что в этой зоне были большие потери. Они связаны с тем, что доску очень сильно ударили в верхней части. И это, конечно, повлияло на толщину красочного слоя. Так что мы поняли, что очистка нужна тотальная. То, что вы видите на своих экранах, это первоначальное изображение до реставрации. Единственный фрагмент, где был сильно поврежден первоначальный слой, это вот этот пейзаж, который я вам показываю. Вы видите, что как только началась очистка, мы увидели большую эрозию в этой области. Она была повреждена ножом, она была стерта. И мы видим, как ткань картины была повреждена. Эта эрозия связана с предыдущей реставрацией, потому что они скальпелем, когда снимали скальпельным слой, очень сильно повредили, надрезали этим скальпелем картину. Вот вы видите работу предыдущих реставраторов. После того, как эта реставрация была произведена, мы смогли полностью восстановить во всем объеме сюжет этой сцены. Когда мы продолжали очистку, мы увидели, что некоторые цвета были абсолютно изменены в результате реставрации. Вот посмотрите этот розовый цвет, как он изменился. И нам пришлось убрать определенные виллатуры. Виллатуры – это такие глазурь, которыми пользуются реставраторы. И мы таким образом воссоздали первоначальный цвет. Мы видим здесь капли химических ожогов, которые, собственно, предыдущих реставраторов и заставили закрашивать и записывать первоначально оригинальную картину. Эти персонажи прекрасно теперь видно, насколько они создают гармоничную композицию внутри картины. Сейчас вы видите полностью картину после операции очистки. Восстановленные цвета, которые играют важную роль в стратегии художника. Вы видите, что реставрация дает нам возможность увидеть глубину замысла художника и полную композицию во всей ее красе и великолепии. Живописная реинтеграция, которую мы произвели, позволила восстановить оригинальную картину. Мы использовали прежние фотографии из архивов, и они у нас все хранятся в Прадо. Живописные потери, которые вы видите на этой фотографии, вы видите, что они совпадают с параллельными линиями между досками. Вы видите также повреждения, связанные со случайным ударом в верхней части. Вы даже видите вот эти потеки, которые образовались от предыдущих веществ, использованных при реставрации. И при этом вы видите, что потери в общем не очень большие. Но воссоздать первоначальный облик совершенно необходимо для понимания картины. Есть несколько элементов, которые полностью утеряны, и нам пришлось их тоже восстанавливать, потому что предыдущие реставраты их просто изобрели. Какие элементы были изобретены предыдущими реставратами? Ну, например, потерялось копье из повозки, потому что оно совпадало со стыком двух досок. Вот это копье, которое было в повозке, в телеге, оно было восстановлено, служит опорой для ног скелета. И тогда было непонятно, без этого копья, что это за цепь, которая на самом деле ее поддерживать должна. Что это за опора? Посмотрите, здесь вот есть потеря. Вот вы видите цепь, которая свисает для того, чтобы поддерживать это копье. И это заставило нас, конечно, изначально замысел воссоздать. И мы в первую очередь основывались на рефлектограмме в инфракрасных лучах. Она здесь не очень сильно помогла. Она не помогла нам понять, каков был изначальный образ этого копья. Как видите, вот здесь вот это упряжь, вот этот элемент упряжи, которая должна быть опорой для копья, она полностью утеряна. Нам очень помогли копии, которые сделали его сыновья, о которых я говорила. Это копия Яна Брегеля и Питера Брегеля-младшего. И таким образом, благодаря этой документации, мы смогли воссоздать копье и поддерживающую его цепь. То же самое происходит с женщиной, которая упала под копыта лошади. Вы видите, ее нога совершенно похожа на камень какой-то, она не связана с телом. Мы смогли эту щиколоткову создать и таким образом восстановить оригинальный замысел. Здесь, на центральном соединении досок, тоже было повреждение, связанное с этим стыком. Там есть скелет, который пытается обезглавить живого человека. Вот здесь, вы видите, там, где я показываю как раз стык досок. И мы увидели, что у этого человека была трость, а у скелета была нога. Та нога, которая сбоку от тела человека. Очистка также помогла увидеть нам изначально голубой цвет, и мы увидели, что у человека есть трость. И у скелета есть нога. Вы видите, вот этот трость персонажа, которого сейчас зарежут. На этой сцене мы видим, как скелет играет в литавры. И у них как бы неровная такая, некруглая форма на первоначальной реставрированной картине. И мы видим, что из-за литаврами проходит нога, и она каким-то образом заходит на эти литавры, но не имеет своего продолжения. Реставрация дает нам представление о том, что он сидит на крышке саркофрага верхом и бьет в свои литавры. Теперь посмотрите на крышку этого гроба. Она очень сильно изношена, и мы смогли с помощью очистки воссоздать тоже настоящий цвет. Очень интересно посмотреть, как был реставрирован этот фрагмент. Здесь есть небольшая щель, и она пересекает горизонтальный стол. Нам удалось воссоздать эту потерю. Вот эта фотография, которая была сделана между 1893 и 1935. И вы видите, что скатерть на нем абсолютно гладкая. Там нет никакой тарелочки в верхней композиции. Когда мы сделали настоящую очистку, мы поняли, что одежда человека, который вынимает меч, из ножен совершенно другого цвета, и нам нужно будет к нему еще применить разные способы очистки дополнительные. Эта очистка показала, что на скатертье есть что-то красненькое. И это на самом деле была тарелка, которая стояла в верхней части. И вот у нас есть три уголочка, которые позволили нам ее воссоздать. И когда мы сделали эффектограмму в ультра-красных лучах, нам тоже не помогла. И в этом случае тоже не помогла. Поэтому мы обратились к копиям, которые сделали его сыновья. Но у них абсолютно импровизировано разбросаны тарелки по столу. Здесь был гораздо более барочный стол у Яна Брегеля. Он загружен элементами, а у Питера тоже свободная композиция. Не помогает. Как мне удалось сделать реинтеграцию? Я посмотрела на другие тарелки, которые находятся на этом же столе. И я только легкими полунамеками показала, какая там могла быть фигура. Мы также подвергли очистке, как я уже говорила, мужчины, обнажающего свой меч. И вы увидите, что истинный оттенок оказался вот таким. Когда мы сделали реинтеграцию, мы видим, что стол нуждается еще в более узнаваемом, более ярком элементе. Поэтому мы все-таки сделали рисунок на тарелке, имитируя те рисунки, которые были на других тарелках, только в перевернутом виде. И вы можете сейчас оценить то, что получилось. И вы увидите, что композиция полностью установлена. Она полностью соответствует замыслу первоначальной композиции. Этот персонаж, который одет в зеленой одежде, который возле стола стоит, он немножко нагнулся. Мы предполагаем, что там должен быть ремень, который должен придерживать его одежду. В этом случае мы основывались на версиях его сыновей, сыновей Брегеля. Посмотрите, вот Ян показывает нам тоже того же персонажа, и Питер тоже. И рефлектограмма не показывает нам пояс, который был утерян. Но мы видим, что у ткани есть тяжесть, есть вес, который должен чем-то поддерживаться. И мы вот здесь видим некую деформацию на ткани его одеяний. И вот здесь должен был быть его меч и его пояс. И мы сначала воссоздали его зеленое платье. Мы использовали краски фирмы Гамблин для того, чтобы нарисовать этот пояс, используя образцы с копией его сыновей. Когда мы закончили очистку произведения, мы обратили внимание на пейзаж. Мы хотели определить манеру, живописную манеру, которую хотели в минимальной степени изменить. Мы хотели уменьшить, чтобы те линии, которые были потеряны, в минимальной степени влияли на восприятие картины. И вот этот след от удара, чтобы он не влиял на восприятие картины. Эти щели, которые образовались, и трещины, они должны были каким-то образом исчезнуть. И во вторую очередь мы решили выбрать очень нежный, очень натуральный лак для того, чтобы в минимальной степени повлиять на колорит Брегеля, на движение его кисти и его мазки. Именно поэтому мы выбрали самый прозрачный и самый натуральный лак из всех, что у нас есть для того, чтобы воссоздать общий облик картины. В этом пункте своей лекции я хотела бы обратить ваше внимание на то, каких успехов мы добились реставрировать эту картину. В первую очередь мы убрали дымку теплого оттенка, которая возникла в результате окисления и которая изменила первоначальный облик произведения. Мы ее сняли. Посмотрите, что зеленое, голубое, красное, они стали холодными, а были теплыми. Но мы не только воссоздали холодный оттенок этих цветов, мы также восстановили сложность, его композицию и глубину пейзажа, на фоне которого все происходит. Теперь с восстановлением исходной интенсивности света мы видим, как упорядоченной, неотвратимо продвигается армия смерти. И мы можете насладиться всеми этими фрагментами и элементами композиции этого Ванитаса. Вы видите, что слева, вот этот размытый фон, там у нас появляется изображение морской битвы. С реставрацией, конечно, эстетический облик картины полностью изменился. Он категорически не совпадает с тем странным и размытым обликом, который был у картины в последние годы. У картины появилась индивидуальность, оригинальность. Каждый элемент идеально выписан. Здесь как бы каждая тень говорит, у каждой тени есть свои глаза. У каждой сцены мы видим, что появились новые элементы, которые раньше были скрыты. Вот эта церемония, где скелеты бдят у гроба усопшего, мы видим гораздо четче всю эту сцену. Посмотрите, у нас здесь есть ряд черепов, и здесь есть скелет, который нагнулся с левой стороны. С помощью реставрации мы достигли того, что мы показали настоящую манеру живописи Брегеля. Мы увидели, как особенным образом двигалась его кисть, какие мазки он делал. Посмотрите, как прекрасно выписаны эти детали. Посмотрите, вот краешек рубашки, свет и тень не смешиваются. Каждый элемент идеально выписан. Произведение получило обратно свои оригинальные цвета, которые в предыдущей реставрации лаком были скрыты. Как он играет с перспективой, используя разные живописные принты? Посмотрите, обратите внимание на прозрачность фона. И как четко и тонко выписаны детали на первом плане. Художник выполняет каждый элемент с максимальной тщательностью и точностью. Даже в отдельных деталях, даже таких отдаленных, как морское сражение. Мы видим линию горизонта, как вы можете наблюдать на этом слайде. И огромное впечатление производит то, как он проработал отдельные участки. Вы посмотрите, вот здесь, например. Он выбирает ткань, он выбирает краску для того, чтобы добиться эффекта прозрачности. И действительно, для нас был очень волнительный момент, когда мы приобщились к его манере. Посмотрите, перпендикулярные движения кисти и перпендикулярные движения кисти, его мазки очень свойственны в манере. Теперь посмотрите на горизонтальные мазки. Но они такие точные, они такие изысканные. Они с помощью кисти, он показывает, как вьется дымок. При этом он самым тонким кончиком вырисовывает эти волны дыма. И тем самым он придает жизнь этому элементу картины. Благодаря реставрации сегодня мы можем оценить такую деталь, как отражение башни в озере. Это вот как было в начале, там почти ничего не видно. Там буквально непонятен замысел. А теперь посмотрите, мы воссоздали его первоначальную сцену. Посмотрите, вокруг башни тоже толпятся скелеты. У башни дам глаза возникают. И мы видим, как они высовываются из этой башни, образуя как будто волос. Мне кажется, что это замечательная сцена. Как он добивается прозрачности дыма? Обратите внимание, как я уже сказала, он выбирает краску. Он трет кистью это место, пока еще краска свежая. И он пальцами с помощью лисировки двигает эти мазки, как бы их вырисовывает. И когда была признана предыдущая реставрация, это было совершенно утеряно. И вы видите, как замечательно, как я уже сказала, художник использует подушечки пальцев в нанесении краски. И обратите внимание на особую форму изображения этих персонажей. Посмотрите, он их только обозначает легкими линиями, почти не заполняя их краской. Как он использует такой шпатель деревянный из дерева, и он позволяет проводить вот эти тонкие линии. Это не кисть, это именно шпатель из дерева. Посмотрите, вот что он делает с помощью него. И он по влажной краске использует этот инструмент. Это все было закрыто лаком и грязью. И нам это очень много рассказывает о том, как именно работал художник, как бы техник. Мы, безусловно, восстановили исключительной красоты произведения. Мне очень жаль, что вы там в Москве не можете подойти сейчас впрадо к этой картине. Потому что сейчас мы видим много деталей. Я буду показывать образы и говорить, что за фрагменты мы сделали. Мы не только воссоздали его красоту. Мы воссоздали то послание, которое сформулировал художник своей картиной, своим произведением. Он говорил о смерти, о том, как смерть управляет нашей жизнью. Смерть скачет верхом по миру. Ее армия выступает. Она ловит живых людей. Она угрожает им своим оружием. Через свою армию, своими солдатами. И нет никакого выхода. Некоторые пытаются сбежать. Другие пытаются спрятаться. И когда они прячутся, они подвергают себя еще большему риску. Некоторые обращаются к небу с призывом о спасении. Другие напрасно оказывают сопротивление. Но смерть приходит неотвратимо. Она неотвратима для всех. Она ловит их в своей сети. Она их тащит в свой мир. Она их толкает с жестокостью, с необыкновенной жестокостью. И ничего не может ее остановить. Потому что каждому она суждена. Религия не защищает. Власть, деньги не защищают. Только любовь может ее отвлечь. Время тикает для всех. И смерть мертвой хваткой хватает нас. Все человечество, она загоняет в гроб. Неважно, какого пола человек, какое у него состояние, какой у него статус. Для этих людей нет возврата, когда они уже попали в гроб. Она оставляет на своем пути горы трупов. Они лежат горами. По ним идут. Следующие, следующие поколения. И мы видим полный образ запустения. И мы видим жестокость. Это настолько жестоко, что кажется издевкой. Смерть играет жизнь. Смерть даже подают на блюде. Вода жизни истощается, и человека в результате казнят. И казнят его на глазах у мертвецов. Взгляд мертвеца управляет миром. Он нас пугает, а он над нами тем временем смеется. Здесь мы видим образы, свойственные живописи Босха. Вы видите, что это существо выпускает стервятников, падальщиков, которые тоже всюду сидят и наблюдают за людьми. Вы видите, что в пейзаже огромное количество черепов, скелетов. Их развозят на телегах. И такое впечатление, что все человечество в этих телегах. И я хочу завершить эту выставку этим замечательным образом. Здесь мы видим смерть, которая размышляет о смерти. Это сложные сцены. Особенно пандемия, через которую мы прошли, в которой многие из нас пострадали. Но меня утешает мысль о том, что смерть – это тема, которая всегда есть в наших жизнях. Она всегда нас беспокоит, всегда нас волнует. И в 16 веке художник Питер Брейгель показывает нам смерть. И он показывает, что она часть нашей культуры. Эта смерть размышляет над смертью как наявлением и является частью нашей жизни. Большое вам спасибо. На этом я завершу свою лекцию. Большое спасибо, Мария Антония. Мы начали уже получать вопросы и по WhatsApp, и в чате. Может быть, кто-то захочет в чат написать вопросы. Мы все видим, что работа была проведена какая-то невероятная. Но один из слушателей спросил, ты видишь какой-нибудь положительный образ в этом мрачном произведении? Возможно, это триумф создателя над смертью? Да, я вижу положительные образы во всем произведении. Но это не как страх смерти. Я вижу как приятие смерти и исследование ее. Я думаю, что все человеческие существа знают, что мы все умрем. И художник, что он пытается сделать? Он доносит до нас, что смерть – это почти игра. Поскольку это часть нас, поскольку она часть нашего пейзажа, она абсолютно для всех равна. Она играет, заигрывает с любовью. Она с нами всегда здесь. И мы ничего не можем с этим поделать, но я не вижу страдания в этом произведении. Как интересна вот эта деталь про технику деревянного тента, которую он использовал для линий. Он использовал лупу для того, чтобы свои малюсенькие, мельчайшие детали выписывать. Он как-то прибегал к этому? Это замечательный вопрос, который я сдаю себе каждый день с того момента, как я реставрирую фламандцев 14-15-16 века. Это удивительно, насколько они, как они могли работать без технической помощи и оптики, которая есть сейчас у нас, электрический свет. Вы не забывайте, эти художники не работали с искусственным светом, только со солнечным светом и без специальных очков для того, чтобы вблизи работать. У них ничего этого не было. И мне кажется, что какая-то лупа у них была на некоторых сценах, на некоторых полотнах кустумбрийского жанра. Можно видеть, что они держат какое-то стекло. Это может быть похоже на основание стакана или бутылки. Но я вас уверяю, что эта оптика была очень несовершенной. Это работа, которая еще больше кажется мне восхитительной, учитывая, что у них не было никаких больших луп и приспособлений. Я использовала огромный лумб при реставрации. Она такая, эта картина такая тонкая, такая нежная. Вы посмотрите на эту птичку. Она меньше сантиметра, полсантиметра. Теперь представьте, та тонкость работы и каждого движения, которое ты делаешь с этим существом. И, знаете, я это делаю без лупы, потому что очень трудно различить оригинальную живопись и запись более позднюю. Когда добавилась при реставрации, она была очень толстая, она была очень грубая, ее было очень трудно убрать. Поэтому я не всегда использую сильные растворители, которые могли бы пригодиться, потому что я очень боялась повредить этот оригинальный образ, такой нежный, тонкий. Так что максимальное расширение даже с микроскопом и электронной лупой, которые я использовала для того, чтобы использовать скальпель и другие инструменты острые. И вот эти лупы, про которые ты рассказывала, как часть бутылки или часть стакана, что-нибудь из этого осталось? Или мы только по описанию можем воссоздать этот предмет? Брейгель использовал их? Или это просто теория современных критиков? Нет, нет никакого упоминания того, что он это использовал. Я не знаю ни одну лупу, которая бы сохранилась с тех времен, но я знаю некой живописной работы, где есть художник, который использует нечто вроде стекла. Я не знаю, почему он мне по WhatsApp пишет, говорит, да, но здесь остроумный вопрос появился. Касается тарелок на столе. Они больше на салфетке похожи, чем на тарелке. Да, говорит Мария Антония, действительно можно так подумать, что это салфетки. Дело в том, что в те времена использовали вот эти квадратики как тарелки. Мне кажется, что это может быть… на них ставили еще дополнительные приборы. Мы их называем тарелки. В нашей современной культуре, конечно, мы можем решить, что это салфетка, потому что они квадратные. Вот, говорит, Таня, замечательные примеры исторических видений, как они преобразуются в современность. Это субъективность, которую реставратор должен очень контролировать в себе, потому что мы можем интерпретировать какие-то элементы. Например, салфетка, тарелка. Мне, честно говоря, было все равно. Это был квадратный элемент, который я должна была воссоздать. Однако, если реставратор реставрирует тарелки и он должен реинтегрировать, например, птиц, которые были потеряны в предыдущих реставрациях, или цветов, он должен изучить те биологические виды и те виды растений для того, чтобы понять, какой тон, какой цвет, каков этот элемент. И очень часто мы находим ошибки при реставрации в предыдущих работах, потому что, например, помните, он про дым рассказывал, который сделан как будто это эрозия, как будто, похоже, как будто это какая-то потертость. И реставратор решил, что это потертость, что это вред, причиненный картине, и замазал. А на самом деле это манера художника. Очень важно ничего субъективно не интерпретировать, когда вы реставрируете. Нужно все изучать очень глубоко. Именно поэтому мы тебе говорим на русском языке, приносим огромную благодарность, потому что эта работа реставратора впечатляет как ничто. И она хочет знать, какие краски использовал Грейс, что за химические компоненты были в красках Брейгеля. И нас также интересует, какую краску использовали те, кто записали предыдущую версию. Он использовал масляные краски. По-другому вы не можете сделать такие прозрачные, такие жидкие мазки и велатуры. Это можно только масляные краски. Он использует масло, он использует пигменты. Это натуральные пигменты, которые были свойственны 16 веку. Нет ничего особенного, что отличало бы от других красок. И поэтому, когда мы говорим о сохранении этой работы, то большинство повреждений, большая часть повреждений связана с реставрацией. Потому что первоначальные элементы прекрасно сохранились. То есть его техника, которая связана сначала с кроклированием. Вы видели кроклирование, то есть растрескивание в момент высушивания. И когда краска высухает, она как бы усаживается. И это трещинки, которые не трещинки. Это щели, которые не являются щелями. Это элементы картины. И они замечательные, их не нужно записывать. И все материалы при реставрации, которые мы использовали, нам с ними очень повезло. Потому что самые большие вмешательства, которые были в этой картине, производились в Прадо. Почему я говорю, что нам повезло, что именно в Прадо его реставрировали до нас? Потому что мы здесь в Прадо используем натуральные органические материалы. Они легко узнаются, и с ними легко работать, их легко изменить. Например, то, чем была записана эта картина. Это масло не очень хорошее для того, чтобы записать и восстановить картину. Но это то масло, которое предыдущие реставраторы, его обезжирили. И таким образом, поэтому мы можем его сегодня спокойно снять. Я сейчас не говорю о том вреде, который нанесен скальпелями, другими вещами. Но само масло и лаки, которые были при этой ужасающей реставрации использованы, они были очень натуральны, и поэтому их легко удалось убрать. Не знаю, есть ли еще вопросы. Мне кажется, что мы можем резюмировать сегодняшнюю лекцию. Это бесконечная ценность вашей работы. И мы надеемся, что в этом цикле еще будут такие лекции. Потому что я надеюсь, что это открывает множество видений истории искусства и создает у нас на сетчатке глаза зрителя как бы новый фокус, новый взгляд. И я думаю, что эта восхитительная лекция, которую мы сегодня прослушали, будет потом переварена и позволит нам увидеть другим взглядом старинные картины. Так, что-то я перевожу. Грасти за нашими анонсами в Фейсбуке, у нас на сайте. Следующее мероприятие будет посвящено Гауди, причем в новом разрезе. Это взгляд на творчество Антонио Гауди, российских хореографов. Эта лекция пройдет тоже онлайн 14 февраля. И затем, у нас на самом деле в этом месяце очень много искусства, 21 февраля замечательный коллекционер Борис Фридман расскажет о книгах художника, которые создавал Антони Тапиес, великий испанский абстракционист, замечательный график. Да, по поводу публикации записи этой лекции, она будет опубликована на YouTube-канале Института Сервантеса. Так что, да, вот уже ответили даже письменно. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. И спасибо еще раз. И последний вопрос. Что ты реставрируешь сейчас? Сейчас я замечательные две доски. Вальдум Грин. Это из окружения Дюрера. Художник, немецкий художник. И у нас в Прадо есть его замечательные две доски. Вертикально. Она называется «Триэграция» или «Гармония». А другая называется «Три возраста» и «Смерть». Мне кажется, смерть меня преследует как тема, но это только момент философии. И я в нем специализируюсь. Они почти закончены. Остались последние штрихи. Они вернутся в залы музея права. Может быть, через месяц или через полтора месяца. Я думаю, что это не самый известный художник, но если вы его поищите, эти картины, Вальдум Грин, то вы увидите, что это замечательные картины, которые останутся пред вашим внутренним взглядом. Вы увидите. Это замечательное произведение. Оно очень интересное. И он размышляет о том, как красота и молодость, как они меняются, как мы становимся зрелыми, стареем и пока не умираем. Это важная тема для картин в жанре ванита с Европы того времени. Приходите на культурные мероприятия Института Сервантеса, следите за нашими анонсами на сайте, на Фейсбуке и скоро на YouTube-канале и также в Инстаграме, который в ближайшее время у нас появится. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok